В эфире информационно-аналитическая программа «Итоги недели» в студии Ирина Цепетова. Мы вспомним основные события прошедших семи дней, которые попали в поле зрения наших корреспондентов. Заострим внимание на самых актуальных вопросах, которые обсуждались, и проанализируем тенденции развития политической и социально-экономической жизни округа. Исследованием Арктики займется Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики Российской Академии Наук, который открылся в Архангельске. Кроме того, исследовательский центр будет внедрять научные разработки и обеспечивать государственные интересы в Арктике. Учитывая потенциал вузов, центр станет настоящим научным конгломератом, аналогов которому в мире нет. Одним из приоритетных направлений работы будет эффективное развитие прибрежных районов и инфраструктуры Северного морского пути. Как отметили в Министерстве образования и науки Архангельской области, сейчас в России идет процесс создания крупных исследовательских центров, которые призваны консолидировать научные и кадровые ресурсы, а также материально-техническую базу. По данным Министерства, в России планируется создать 10 таких центров, один из них уже работает в Поморье. Создание новых и поддержка существующих охраняемых территорий округа. Эти вопросы губернатор Нинецкого округа Игорь Кошин обсудил с руководителем Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы России Олегом Суткайтесом. Во встречу также принял участие профильный вице-губернатор Олег Белак. Нинецкий округ – один из приоритетных регионов для экологов из Всемирного фонда дикой природы России. Несмотря на большое количество уязвимых природных мест, система особо охраняемых территорий округа еще далека от совершенства. При норме в 10,5% к 2020 году доля особо охраняемых территорий в НАО пока составляет 4,8% от площади территории региона. Мы усилили работу по созданию охраняемых территорий, подчеркнул на встрече Игорь Кошин. В этом году в округе должны появиться природный парк «Северный Тиман» и заказник «Паханческий». Важно, чтобы этот процесс шел при активном участии природоохранной общественности, так как именно вы обладаете необходимым опытом и знаниями не только в подготовке обоснований к созданию новых заповедных территорий, но и в системной работе по поддержанию функционирования особо охраняемых территорий. Олег Суткайтис подтвердил желание фонда участвовать в природоохранной работе на территории НАО. Регулировать и организовывать вопросы, связанные с использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности в Неницком округе, будут на законодательном уровне. Депутаты окружного собрания на заседании постоянной комиссии представили проект закона, согласно которому надзор за дорогами будет осуществлять уполномоченный орган. По словам инициатора проекта Виктора Кмитям, вероятнее всего, это будет структурное подразделение управления дорожного хозяйства, которое входит в департамент строительства и ЖКХ Неницкого округа. Необходимость вынесения изменений в закон Неницкого округа связана с тем, что ежедневно в период работы зимника большегрузы нарушают искусственное полотно. Вот они будут в такие вот периоды весенние и осенние, когда возможно повреждение дорог, устанавливать необходимые ограничения по движению по этим дорогам, ограничения по весу, по тяжелогрузам. И это тоже понятно, потому что каждый из нас, который ездил по зимнику, прекрасно понимает, что такое ехать по колее, разбитой тяжелыми грузовиками. Когда не соблюдается такое ограничение, такой вот весенний-осенний период, и ты попадаешь на эту колею, ну, многие из нас тогда знают, что такое, и пользуются лопатой, подручными средствами, чтобы потом с нее выбраться. Поэтому для наших условий это тоже естественное такое требование, тем более, что в данном случае мы просто выполняем требования федерального закона. Как отметил председатель комиссии, по определенной методике будет определяться величина вреда, которая причинена большегрузом. За нанесенный ущерб для водителей будет установлен штраф. Абсолютно не на ухаву. Во всех практически регионах есть такие исполнительные органы, есть вот эти весовые контроли, которые контролируют, чтобы тяжелый груз не двигался по дорогам, потому что они тогда подвергаются усиленному и ускоренному износу. Поэтому выигрывает один предприниматель или собственник, проигрывают все остальные. Данный проект закона сейчас находится на доработке, затем его рассмотрят на комитете и впоследствии он будет вынесен на сессию для принятия в первом чтении. Поэтому, вероятнее всего, он распространит свое действие только со следующего года. В борьбу с так называемыми подснежниками вступили специалисты городской администрации. Они проводят рейды, в ходе которых составляют фотоотчет об автомобилях, ржавеющих во дворах и на обочинах дорог. Данные сведения будут направлены в ГИБДД для того, чтобы найти хозяина подснежника. Затем владелец этого автохлама получит предупреждение о том, что если он не избавит двор от своего ржавеющего имущества, то по результатам второй проверки муниципальный контроль его накажет штрафом. Что грозит владельцам брошенных авто, расскажем далее. Каждую весну в Наринмарских дворах из-под снега появляются такие сюрпризы. Среди них автотранспортные средства, которые давно утратили свой прежний вид. А есть и вполне приличные, и даже с госномерами. Но хозяева о них почему-то забыли. А вот коммунальщиков и соседей такие весенние сюрпризы не радуют. В нашем дворе есть просто семьи, у которых по три, по две машины. Естественно, то есть они одной пользуются, а вторая стоит. Необходимо в гараже, конечно, строить гаражи и парковочные места необходимы. За эти пределами города. Они мешают. И бывает, что когда растает все, они стекают, вот снизу лед остается, они стекают на дорогу. И приходится милиционеров вызывать, чтобы обратно их поставили на место. Есть у нас такие, но не знаю. Я насколько понимаю, юридических оснований убрать их нет, но мешаются. На основании положения, принятого городскими депутатами в прошлом году, у мэрии есть все полномочия, чтобы вести борьбу с нерадивыми хозяевами авто, которые захламляют дворовые территории. Существует такой порядок, когда муниципальный контроль выезжает, фиксирует находящиеся автомобили на территории города, во дворах, на улицах. И в начале фиксация идет, фотофиксация. Затем они через определенное время проезжают снова. И если автомобиль находится на том же месте, то имеют право наложить штраф взыскания владельцам этого автохлама. Для владельцев авто, которые не захотят убрать свое транспортное средство, согласно закону грозит административный штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Для должностных лиц этот интервал составляет уже от 3 до 5 тысяч. А вот предприниматели-нарушители могут заплатить уже от 10 до 30 тысяч рублей. Под эти штрафы могут попасть многие городские автолюбители. Временная стоянка личного автотранспорта не более 24 часов одномоментно на дворовых и внутриквартальных территориях. Допускается в один ряд и должно обеспечить беспрепятственное продвижение уборочной и специальной техники. Но эти правила распространяются только на те автомобили, которые имеют госномера. С теми же машинами, которые брошены без номерных знаков, еще проще. В этом случае убрать подснежник не составит труда. Заявление о захламлении может написать любой житель дома, около которого стоит авто без хозяев. Направить документ необходимо в чистый город. После этого на место выезжают сотрудники предприятия, фотографируют свалку, составляют акт. И вывозят хлам на полигон ТБО. Или отправляют предпринимателю, который интересуется автохламом. По данным мэрии, в 2014 году таких машин было вывезено 84. В прошлом – 75. За спасение погибающих на водах. К медалям МЧС России представлены четверо жителей поселка Индиго, спасших в прошлом году 15 своих односельчан. Соответствующий приказ о награждении жителей НАО ведомственными федеральными наградами подписан министром МЧС России Владимиром Пучковым. Напомню, трагедия произошла 25 сентября 2015 года. В тот день вездеход с работниками СПК Индиго, переплывая реку Щелиха, начал тонуть в 40 метрах от берега. На помощь утопающим бросились их земляки. В тот злополучный день на борту снегоболотохода находилось 17 человек. Все они, работники СПК Индиго, ехали на работу в тундру, когда машина пошла на дно. СПК Индиго СПК Индиго удалось спасти 15 пассажиров и водителя вездехода. В сельсовете решили, героический поступок односельчан не должен остаться незамеченным. В октябре администрация муниципального образования обратилась в главное управление МЧС России по Ненецкому округу с ходатайством о награждении своих земляков. Спустя больше чем полгода награда нашла своих героев. И вот эти четыре человека, они оказали помощь и эвакуировали всех с этого стенучего языка. За что министр Российской Федерации поочерил медалью МЧС России за спасение погибающих народов Барамокнина Сергея Татарановича, Боброва Юрия Александровича, Кожина Сергея Васильевича и Панькова Николаевна Станиславовича. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 26 апреля исполняется 30 лет со дня Чернобыльской аварии. Последствия самой страшной атомной катастрофы изучаются и сегодня. От радиоактивного загрязнения пострадали 12 областей Украины, 19 регионов России и часть территории Белоруссии. Жертвами Чернобыльской катастрофы, по разным данным, стали от 25 до 100 тысяч человек. На ликвидации последствий аварии работали представители всех регионов Советского Союза. Среди них были и жители Неницкого округа. У одного из них, Николая Коткина, который проживает в Андиге, побывал наш корреспондент Валентина Чибичек. Это уже с зоны выезжаем, когда все, машины с трава обмывают, все. А вот маски, только маска, и все. Николай Коткин листает альбом в своей армейской жизни нечасто. Служил, как все, говорит, ничем не выделялся. На фотографиях рядовой понтонного батальона железнодорожных войск. В Чернигове, где находилась воинская часть, служили парни со всего Союза. Так что сегодня найти ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской атомной станции можно практически в любом населенном пункте страны. Железнодорожные войска, как раз все подходы к реактору чистили. У нас замкомзлода был, он ходил с каждой группой к реактору. Ну, короче, первый раз нас кидали, потом второй раз мы уже в отцеплении были, проверили нас. Уже, видно, дозу схватили, мы уже чисто в отцеплении были. Когда случилась авария на Чернобыльской атомной станции, в 30-километровую зону вокруг очага стали прибывать специалисты для ликвидации последствий. Только в 1986 и 1987 годах в работах приняли участие около 240 тысяч человек. Общее количество, включая последующие годы, составило порядка 600 тысяч. Задействовали на опасных работах и воинские части. Ликвидаторы, как их стали называть позднее, вели работы в опасной зоне. Каждая смена длилась не более 15 минут. За это время организм получал максимальную дозу радиации. Батальон, где служил Николай Коткин, занимался расчисткой рельсов, ведущих к реактору. Вагончик такой, 6 сантиметров, свинцовый слой. Будка такая. Подъезжаем, выскочили, почистили, дальше проехали. Трактора там все там идут. Там уже чистят, рушат там все. По словам Николая Юрьевича, никакой защиты, кроме респираторов, работникам не выдавали. Загрязненную одежду потом просто закапывали в землю. Да и не знало тогда население, что такое радиация и как она влияет на человека. На здоровье ликвидатор из Антига не жалуется. После армии работал в колхозе газоэлектросварщиком и кузнецом. Потом перевелся в кочегары. Не представляет свою жизнь без охоты и рыбалки. В этом году как ликвидатор и кочегар выходят на досрочную пенсию. Из чернобыльских льгот получал две недели к отпуску и однажды поездку на курорт. В 2011 году получил медаль в память ликвидации катастрофы на ЧАЭС и нагрудный знак участнику ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Вспоминает о событиях тех дней Николай Коткин нечасто. Говорит, что 30 лет назад, как и тысячи жителей Союза, просто исполнил свой гражданский долг. Секты из Канады и США вербуют жители коренного населения из Ненецкого и Малоненецкого автономных округов. Эксперты отмечают, что деятельность сектантов способствует развитию межитнических конфликтов и влечет за собой необратимые последствия для традиционного образа жизни ненцев. Регулировать вопросы, связанные с миссионерской деятельностью на территории Ненецкого округа, в скором времени будут на законодательном уровне. С такой инициативой на заседании постоянной комиссии выступили сразу два докладчика. Старший помощник прокурора округа Елена Карпушева и депутат окружного собрания Максим Малышев. По нашей информации, на территории ряда муниципальных образований нашего округа ведут активную деятельность некоммерческие религиозные организации. В обиходе мы называем их сектами, в частности, адвентисты седьмого дня. По информации, подтвержденной Федеральной службы безопасности, существует процесс материального взаимодействия. То есть жители активно жертвуют средства на деятельность данных организаций. По словам депутата, головные офисы этих организаций находятся за пределами Российской Федерации. В связи с этим возникает угроза национальной безопасности, так как за счет пожертвованных средств пансируется деятельность организации. Своё беспокойство в связи с проникновением сектантов в ненецкие общины выразил и уполномоченный по правам человека Александр Белугин в ежегодном докладе о деятельности в 2015 году. Проповедю харизматов охвачены несколько ненецких народов, в частности, кочующий род Ямпто, который ведет традиционный образ жизни, отметил Александр Белугин. Еще в советское время Ямпто был известен тем, что ненцы из этого рода отказывались от паспортов и не вступали в оленеводческие и промысловые колхозы, демонстрируя таким образом неприязнь к представителям власти и советскому государству в целом. В религиозной памяти ненцев русские всегда относились к православиям. Сектантские проповедники сознательно, противопоставляя свою веру, веру русских, способствуют развитию сепаратистских и этногоистических настроений среди коренных малочисленных народов Севера. По информации Архангельского регионального антисектантского центра гражданской безопасности, на которую ссылается Александр Белугин, на территории Ненецкого округа миссионеры приходят из республики Коми со стороны Воркуты, где с середины 1990-х годов действует секта с широкими международными связями Силуам. По мнению полномоченного по правам человека, деятельность сектантов способствует развитию межэтнических конфликтов, влечет необратимые последствия для традиционного образа жизни ненцев и, следовательно, представляет собой социальную опасность. Представленным на комиссии проектом закона предусматривается обязанность миссионера уведомлять уполномоченный исполнительный орган государственной власти о начале осуществления миссионерской деятельности. Также проектом определен и перечень документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган. За сохранение традиции и здоровый образ жизни в Андике прошли межмуниципальные соревнования по подлёдному рыболовству. На андикскую рыбалку 2016 съехали с 22 участника из Наринмары, Нельминоноса и Рыбалветской деревни. С 2011 года спортивная рыбалка стала визитной карточкой муниципального образования. Если на Печоре в районе острова Нырди повсюду слышен хруст льда, значит, пришло время спортивной рыбалки, когда со всей Печорской округи съезжаются любители подлёдного лова на андикскую рыбалку. Межмуниципальные соревнования проводятся не так давно, но уже имеют поклонников. Уроженец Андига, а ныне житель Наринмара, не упускает возможности на выходных наведать родную деревню, а заодно и порыбачить. Пётр Хабаров – потомственный рыбак. Его отец работал в колхозе «Север», который многие годы был миллионером. За высокие показатели доярки и рыбаки колхоза получали правительственные награды и участвовали во Всероссийской выставке народного хозяйства. Андик – это, так сказать, рыбацкая деревня, здесь все рыбаки. И как её смотреть, от кого она начиналась, рыбаки сюда приехали первыми. Так что без этого никак, и всегда с удовольствием приезжаю на рыбалку. Ух ты, ух ты, вот, вот это, вот. Вот вам повезло, о, кушок, видите какой? И на уху пойдёт уже. Алексей Торопов – тоже заядлый рыбак. По выходным вместе с женой, захватив удочки, отправляется на реку или озеро. Благо, водоёмов вокруг Нель-Миноноса, где живёт Алексей, на любой вкус. Для жителей деревни они служат местом досуга и источником пропитания. Что-то можно приготовить, вот, крупных окуней. Сороги там, куда идут, на котлеты. Окуней варят, щуку жарят там, тоже разное всё везде идёт. Когда говорят, на рыбалке женщинам не место, антикская рыбалка не в счёт. Здесь женщины – полноправные участницы и помощники своим мужьям. А чтобы не замёрзнуть за два часа соревнований, они участвуют в конкурсе «Быстрый ледобор». Мама, давай! Давай, 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 давай! Эдюля! 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 Вокруг бура крутись! Давай, 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 давай! Эдюля! Быстрее! Ещё, ещё, ещё чуть-чуть! Вокруг бура крутись за ещё! О, е-е-е! Давай! Ещё! Ну, что самое сложное вот в бурении? Что нужно? О, силу надо! Я вообще первый раз участвовала в таком конкурсе, но победила. Соревновались в ледобурении и мужчины. Но главный приз – Кубок соревнований по подлёдному рыболовству – достался победителю в номинации «Самый большой улов». Участник из Наринмара за два часа поймал 6 килограмм 780 грамм окуней. Для хорошей рыбалки важна снасть, удачное месторосположение, знать рельеф или найти нужный рельеф, где рыба обитает. И хорошая наживка, хорошее настроение. Награды получили и победители в номинациях «Первая пойманная рыба», «Самая крупная пойманная рыба» и «Разнообразие рыб улова». Завершился семейно-спортивный праздник совместным чаепитием. На этом у меня всё. Это была программа «Итоги недели». Мы вспомнили основные темы и события, которыми запомнилась прошедшая неделя. Берегите себя. Увидимся.